А как вы вообще относитесь к этой моде, которая, кстати, из Голливуда пришла, когда актриса... Я вам сейчас еще смешную историю расскажу. Да, давайте, да. Про Харви Вайнштейна, да? Это же все началось с него. Естественно, да. Вы знакомы? В Харви? Да. Обалдеть. Опять, да я не знаю, Женя, прям сегодня меня... Да, очень интересная была история, очень забавная. Я лечу на фестиваль в Астану. Это был 2010 год. Он был первый кинофестиваль в Астане, делал Тимур Бекамамбетов. И там он международный, там была Катя Редникова, было много звезд. Был как раз Харви Вайнштейн. Я тогда не знала, кто это. И я смотрю, какой-то дядечка ходит и на меня смотрит и улыбается. Полутоядно смотрит? Ну, как-то так. Я Катю Редникова спрашиваю. Катя, ну это кто? Она говорит, это вообще-то Харви Вайнштейн. Ген, один из ведущих продюсеров Голливуда. Я говорю, да, как здорово. А я прекрасно знаю английский. Я тогда очень часто была в Лондоне. И в Америке я бывала. Ну, то есть для меня, я думаю, вообще очень интересно. Голоская зверь бежит, как это называется. Катя сразу говорит. Но он только... Ну да. Да. Я говорю, ну такого быть не может. Я говорю, что же, прям вот только, прям вот так и все. Ну как бы человек же, да, я думаю, ну никто же меня не будет там никуда тащить, знаете. Да, да. Я почему-то сейчас рассказываю, потому что, да, потом такое там все с ним история связанная. Очень интересно. Дальше что происходит? Ко мне подходит его помощница, как бы переводчица. И она говорит, вот Харви бы хотел с вами встретиться, поговорить по поводу работы, все. Да, в его отеле. Я говорю, да вы что? Ага, я думаю, так, опасно. Я говорю, ну не в номере же. Она говорит, нет, нет, что вы в лобби отеле, внизу я тоже там буду на встрече. А, вот так. Да, я буду на встрече. А у меня на тот момент агент Анна Островская, я, а время уже, чтобы вы понимали, где-то 12 часов вечера. То есть это происходит уже мероприятие, после там открытия, все как бы общаются, выпивают, разговаривают, то есть это уже как бы вечеринка. Я понимаю, что агент мой ушла спать. Я к ней в номер, я понимаю, что я на эту встречу не могу одна идти, да. Нет, ну как бы, я не собираюсь, да. Да, я ее бужу в номере, я говорю, так, быстро встала, оделась, мы идем на встречу с Харами Вайнштейном. Я говорю, да, мы пошли. В общем, мы приходим в этот отель. Очень интересно. Я на тот момент была невеста, я не была замужем, у меня были серьезные отношения с мужчиной, и у нас вышла обложка как раз журнала. Я иду с этим журналом, понимаете, да, я, что-то это просто. Так себе отмазка. Так себе отмазка, да. И дальше, ну, во-первых, он, конечно, человек был очень, он был, почему он есть, он живой, слава богу. Он с невероятным чувством юмора. Я очень хорошо знала английский. И харизматичный. И харизматичный. То есть, понятно, что я никуда не собиралась с ним, это сразу было, то есть для меня, да, ну, я серьезно, без всяких. Но мы так сидели, хохотали в этом лобби, наверное, часа полтора. Моя уже стала, агент, засыпать. А мы вот так вот хохотали, и он мне сказал, что я ему очень симпатична. И я ему говорю, ну, вы понимаете, у меня есть муж. Я сказала, естественно, муж, вот видите, обложка, да. Я говорю, я его люблю, поэтому говорю, вы извините. Ну, и как бы, то есть я ему дала понять. И вот, да, и он как бы говорит, ну, мы прекрасно пообщались, мы обменялись телефонами. И тем не менее, я его больше никогда не видела. А, нет, я его потом вру. Я его видела, наверное, до всей вот этой истории, это было, наверное, лет пять назад в Каннах на фестивале. Я с ним поздоровалась, он как-то сделал вид, что меня не узнал. Ну, я думаю, ну и бог с тобой. Вот, но потом я думаю, ну ведь он ко мне не приставал, да. Ну, да, были какие-то намеки, но я их тут же обрубала. Я вот потом думаю вот про этих актрис, которые потом жаловались, голливудские звезды. А они-то, вот, ну, казалось бы, Жень, ну, если бы я чего-то бы, да, хотела бы какой-то карьеры. Ну, я, может быть, ее хотела, но я хотела другим способом. Не получилось, ну, ничего. Ну, я же не пошла к нему в номер. А для чего они ходили? Для чего они ходили? А потом, спустя 20 лет, я, может быть, сейчас вызову какую-то волну, там, для чего они поднимались в номер? Или их где? Ну, меня никто не хватал ни за что. Ко мне никто не приставал. Ну, были намеки, да, но они были в разговоре. Но я их тут же пресекла. Они что, приходили в номер пообщаться? Одни? Ну, это же, нет, я, может быть, не права, я какие-то, может, ну, это, наверное, любая взрослая женщина, да, а они были уже там, ну, или, ну, даже 18-летняя, наверное, понимает, что если ее Харви Вайнштейн приглашает почему-то в номер, то, может быть, это что-то означает. Это все равно женщины тоже виноваты. Ну, правда. Это все равно с какой-то, ну, если человек идет в номер, наверное, ну, я не знаю. Я не знаю, я не берусь туда никого обвинять, чтобы меня потом, знаете, не стали говорить, ой, какая она вообще. Ну, вот такая история со мной была забавная. Когда это все произошло, думаю, мама дорогая. Нет, вот Алена Яковлева, сидя на вашем месте, не так давно рассказывала, что просто вот там на студии Масфильм ее там закрывали в кабинете и говорили либо так, либо вообще никогда. Кошмар какой-то. Нет, у меня такого никогда не было, слава богу. Почему? Вы считаете, что не всем женщинам или девушкам готовы делать такие предложения? Ведь мы сейчас не говорим не про внешние данные, а про какое-то вот, ну, ощущение какого-то там, я не знаю, стержня или чего-то. Вот вы знаете, вот очень интересно, я же очень много лет проработала в Театре Луны. И про Сергея Борисовича же тоже очень много. О, да. Да, не будем сейчас. Просто, да, тысячи историй, я знаю, да. Но у меня никогда не было такой ситуации, знаете, я иногда думаю, ну, может быть, у меня не такая, как бы, привлекательная фигура. Ой, да ладно. Представляете, я вот так встану, да. А с другой стороны, я думаю, это зависит от твоего характера, да. Вот это же все равно, я думаю, мужчины тоже это считывают, вот эту доступность, наверное, какая-то, да. Во мне есть что-то другое, я думаю, но вот только вот этого, вот этого нет. Может быть, это плохо даже. Может, я лишена из-за этого каких-то ролей, я не знаю. Но вот нет вот этого вот, что, да, я сейчас быстро как-то легко с ней можно справиться, понимаете. У меня, ну, вот как-то мне, может быть, фу-фу-фу-фу, везло. Но я думаю, сейчас уже как бы вряд ли кто-то кинется. Ой, ой. Да, нет, я имею в виду. Вы все время так на комплимент так нарываетесь. Я имею в виду, что все равно 20 лет... Человек, который подписан на ваш инстаграм и видит вашу инстаграм. Как мне приятно, я думаю, после сегодняшней встречи, после того, как я опоздала, чуть-чуть меня уже отпишетесь от меня. Да, кстати, вы говорили, что вы никогда не опаздываете после Японии, что... Ну, это прошло много лет.